Если кто не знает, министр культуры Московской области Оксана Косарева, наша землячка, родилась в городе Одинцово. Поэтому вполне естественно, что поучаствовать в субботнике она приехала именно к нам, в Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, что в Больших Везюмах. Музейные коллективы всегда преимущественно женские, поэтому грубая мужская сила пришлась весьма кстати. Мы работаем не только на территории музея, но и в муниципальном парке, потому что это парк Победы. И здесь будут ветераны 9 мая, поэтому очень хочется, чтобы когда они сюда пришли, здесь было очень красиво, здесь было нарядно, деревья будут все белые, красивые, дорожки будут уже готовы, отсыпаны. У нас субботники начались с 8 апреля и продолжаются до Пушкинского праздника, до июня месяца. Еще сегодня после такого субботника замечательного у нас будет в 3 часа еще один субботник курсанта пограинститута, у нас приходит 300 человек, каждую субботу это наши шефы, вот тоже работают. У нас здесь работы всем хватит. Парк Победы был в Больших Веземах центральной площадкой, на которой работало около 80 сотрудников музея и областного министерства культуры. Всего же только в этом поселении на субботник вышло более 2000 человек. С огромным удовлетворением могу сказать, что утром, когда я объезжал поселение, я видел очень много местных жителей, которые у нас вышли на субботник, вышли в свои дворы. Причем этот инвентарь, несмотря на то, что у нас есть точки выдачи инвентаря, у нас есть точки выдачи символики, перчаток, но люди выходят со своими граблями, со своими лопатами, приводят в порядок свои дворовые территории. Граница между Большевиземским и Голицынским поселениями проходит по реке Большая Веземка. На противоположном от музея берегу вместе с местными жителями и сотрудниками Голицынской администрации также трудились представители областного правительства. По плану в этом месте предстоит разбить красивый парк. Зону отдыха посвятят событиям Отечественной войны 812 года. Территория огромная, 5 гектар, поэтому работы хватит абсолютно всем. Очень бы хотелось, чтобы жители в предстоящие майские праздники не превратили это в то, что было сегодня с утра. Очень бы хотелось, потому что это все делается для жителей, для молодых мам с детишками, которые смогут сюда ходить. И к осени мы очень надеемся, что здесь появится уже более-менее благоустроенная зона. Всего 22 апреля в Московской области участие в субботниках приняло около 700 тысяч человек. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».